1, 2, 3, 4, вдох. 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 Быстро! И раз, два, три, четыре И быстро И раз, два, три, четыре И раз, два, три, четыре На ура! Ноги, и у вас напрягаются и конец Смыкается анус Внутренняя поверхность бедра смыкается Вот вы стоите в позиции Раз, раскрыли руки Раз, два, три, четыре Здесь у вас замыкается Здесь треугольник И здесь округлое такое яичко получается Чтобы не вдавливать локти Чтобы руки не свисали здесь Вот у вас позиция гедл-барай Вот эта же позиция остается здесь Использовать нам быть как метод Наращивания силы и скорости И в этом случае пропорционально можно ускорять Мы сейчас с вами в эту игру сыграем Но первое, то что вы должны сделать Это ритм-то киоку О-с, 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 о-с Маката Здесь О-с, о-с, о-с Каждый акцент на идет равномерно Равномерно, равномерно Одна техника в секунду Маката Давайте сделаем Нажим двумя руками Двумя руками Ясно, да? Сейчас сделаем такую работу Все удары тройками О-с, 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 о-с Маката О-с, о-с, о-с И здесь не забывайте, что кулак отвернут Центр, 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 бедра стоят прямо Бедра стоят прямо Ясно? Значит, все техники по три раза По три раза Акцентрируем третий удар Ки-ай О-с, 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 о-с И соответственно чередуем Чередуем руки Ясно? О-с сконцентрируйтесь на качестве сейчас в следующем месте давайте сделать правильную плитуду позицию силы на замахе и правильный форм кудачи миги санчин на третий счет киай еще и еще Шир! 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 Ясное задание, да? Здесь кулак горизонтальной плоскости перекречивается по 40 мм. Не забывайте. И реверсируем от плеча, от сустава, не отсюда. Из позиции силочки. Позиция техники. Позиция техники здесь. Центр. Чуть-чуть небольшое смещение. Чуть-чуть проходит. Но не за плечом. Не за плечом. По центру проходим. Чуть-чуть проходим центральную линию. И фиксируем бедра, фиксируем кулак. Удачи! Удачи! Посмотрите внимательно. Зенкуцу дачи. Первая техника. Зенкуцу дачи. Вторая техника. Кокуцу дачи. Третья техника. Санчин дачи. Санчин дачи. Моватэ. Рука стоит от груди. Моватэ. На повороте потребуется немного внимания. Ясно? Моватэ. 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 Рука стоит от груди. Моватэ. П fifаกаном не удивить. По-чш�� rejo�era. şeharlos 5, эйч. 二 votreakt expansion. Моватэ. Моватэ. Гол. Что-то в головеачал vuica, заслон Wayne's College. поставили точку ясно? еще раз она идет к стопе и один, стопа и один, стопа когда потом прием и он но принцип остается то же самое ноге и стопа ясно? пуэч байгаламарай байгэ шэээ байгэ шэээ кайгалай шэээ и с левой стройки потом чередуем с левой мая сотый и и четвертый шаг только пьяни он живет поворот руку с удачи ич 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 во первых на первом параде но не правильно чтобы не такие ноги были а чтобы была правильно сфокусирована стопа еще раз правой комбинацией и с левой 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 мая маваши сута мавашу и маваш юана бараи сута мавашу ука позиция маваши маваши сута мавашу ука позиция руки сжимаются в кулаки маваши по квадрату движемся фудач удачи Подсчет. Майя на руке. Командир. 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 Ич. На часовку поворот. Постановка рук. Ни. И блок. Стоп. Стоп. На ура. Посмотрите. На ура. Немножко не более. Смотрите внимательно. Ич. Постановка рук. Блок в позиции ой. Ни. Постановка рук. Санчин. Собрали санчин. Собрали санчин. Руки приготовились. И дальше идет с реверсом блок. Ясно? В позиции ой. В позиции ой. Туда дальше? Начиная от младших поясов и кончая старшими поясами на международных школах всегда вылезают эти позиции. Большинство из вас стоит в расширенной позиции санчин дальше. Вот у вас ширина плеч. Вот у вас на этой ширине должна устанавливаться позиция. Кокуцу дачи примерно 2,5 ступни чусоку санчин дальше. Выход кокуцу дачи чусоку санчин дальше. Если вы шли в правильном опыту дачи, у вас задняя нога уже стоит под 45 градусов. Если вы шли в позицию, повернулись на чусоку. Все. У вас уже стройка. Понятно? Давайте сделаем еще раз. Акцентируем. Для чего тройки, просто чтобы чуть-чуть побольше сделать технику. И поскольку нет перемещения, сосредоточиться на форме и качественной исполняемой технике. Вот и все. Прикольно. Акцентируем. ПОДПИСАНИТИЯ ПЕСАНИЯ СВИСТАНИЯ ПЕСАНИЯ ПОДПИСАНИЯ Не забывайте, мы ваши гиреи кайсоку-чусоку, да? Кайсоку-чусоку. Еще раз. Еще раз. На что обратить внимание? Работа бедер. Секущие круговые удары. То есть, когда вы уходите здесь, не остается отдела, бедра чуть поворачиваются. Здесь, да? Здесь, здесь бедра чуть-чуть сдвигаются по 45. В любой позиции, если будете в Цинкутсу дачи, бедра под 45. Если в Санчин дачи, соответственно, чуть-чуть бедро тоже будет повернуто на секущих ударах. Понятно, да? На секущих ударах. Нуките, как Цуки. Многие нуките держат пальцы раскрытыми. Пальцы собраны. Вот примерно один палец сюда должен подходить. Собраны напряжены. И косточки не должны проламываться вниз. Должна быть собранная позиция. Собранная позиция. Аката? Нихон нуките. Йонхон нуките. Опять же, собранная позиция. Чуть внутрь. Натяжение идет внутрь. 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 Если вот вы расстроите руку, натяжение внутрь. Когда будет позиция Хай Сиучи, второй Кью, тогда будет наружу. Наоборот, натяжение руки наружу, ударная точка будет находиться с тыльной стороны. Вот это обратите, пожалуйста, внимание. Потому что видно, что раскрытые позиции очень небрежные. Очень небрежные АБК. Кулаки тоже самое. Большие пальцы. У многих большие пальцы оторваны. Большие пальцы собраны, наложены. Вы знаете, с пятого пальца идет закатка кулака, и большой палец накрывается сверху. Накрывается сверху. Обратите на это внимание, потому что уже те, кто будет подтверждать, сдавать, на это уже будем смотреть. И, соответственно, хотелось, чтобы это было более строго. Позиция. Олс. Наводка локтя. Олс. Олс. Бедра. Олс. Бедра. А кота? Слышишь, это все повторяется. С раньше не делал. Так. Олс. 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 Да, да, да. С трехотом тигром. С трехотом тигром. Я показываю. Чтобы работали бедра. Понятно, да? Ну, ките, бедра прямо. Ну, ките, бедра прямо. Руки. Здесь меняем руки. Меняем руки. Меняем руки. Меняем руки. Меняем руки. Меняем руки. Ясно? Фудо дачи. Получается, что голени стоят на искусе. Видите? Вот в таком положении. Если вы при всем желании, ну, сами вы еще можете стоять. Но если вам сюда двух женщин посадят, то вы не выдержите. Вы потеряете свое мужское достоинство. Понимаете? То есть, кипа дачи. Двойная ширина плеч. Сели. Сели. Голени вертикально. Понимаете? Вот вы должны сидеть. Сидеть. А кота? То же самое. Зынкутсу дачи. Если, не дай бог, вот я встану, все, мои коленки поломаются. Или растяжение будет у них нехорошее, да? То же самое зынкутсу дачи. Зынкутсу дачи. Если я встал, зынкутсу дачи. Если я встану так, человек если сядет, надавится, а то нога поедет. Поедет. Пизанская башня не выдержит. Должна быть позиция. Идешь, присядь. Позиция. Позиция. На эту ногу то же самое. Нога. Позиция. Это позиция. Зынкутсу дачи. А кота? Это очень важно. Поймите, это очень важно. В силу тех прикладных боевых моментов, которые связаны с воинским искусством. В спорте, может быть, это проявляется не так наглядно, потому что там более динамичные перемещения. Вот. Но механизмы все равно работают. Постарайтесь. Это вам нужно. Вы должны научиться. Попробуйте это сделать. В смысле, если вышли в позицию. Точка, точка, точка. Даже сидеть. Должение чувствовать посадку. Не провариваться, собирать таз. В вертикальной голени. Параллельные стопы. Натяжение. Я считаю. Давайте проследим за этим. Сделаем ки-ай на третью позицию, чтобы отметить. Приготовились, отжимаем. Сделаем ки-ай на третью позицию. 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 Пальцы собраны. Не забывайте, что идет от груди. Точка, позиция. Центр. Ясно? Давайте еще разочек. Сделаем стандартное перемещение по формуле. Вперед-назад. Только замкнуть сюда. ОС. ОС. Рука. ОС. Лука. ОС. Лука так. Локоть чуть-чуть согнут. Вы сделаете прямую, значит, вот эту часть будет трудно сориентироваться. Сориентироваться. Буду дальше. ОС. Лука. ОС. Хорошо. Хорошо. Трога идет по центру удара. Рука не должна быть вот такой. То есть нельзя делать вот так, а потом загибаться. Вот так, а потом загибаться. Понимаете, да? То есть рука уже должна быть собрана в позицию силы. Вот если вы поставили локоть в позицию силы, у вас рука идет одна на реверс, а вторая по кругу, уже в собранной позиции, наносит удар локта. Даже как в ката мы делаем здесь, да? Мы же не делаем вот так, да? То есть вот на это, пожалуйста, обратите внимание. Поэтому, когда мы здесь делаем рывок, рывок и удар. Рывок, рывок от центра. И удар. Удар идет сбоку. Дан души джо дан. Ясно, да? Боковой удар. Давайте сделаем так. Раз, два и на третий удар. Два реверса. Отсюда. Реверс, реверс, точка. Чтобы не были реверсы вот такие. Вот такие. Попробуем. Короткий, короткий, а удар длинный. Ката. Приготовились руки. Левую поставили вперед. И спута дальше. Левую вперед. Ич. Ни. Ше. Другая рука. Ич. Ни. Ше. Еще раз. Ич. Ни. Сан. Хорошо. Не перекрестывать центр. Происходит. Во-первых, открываетесь. То же самое в кадре. Если вы стоите так. Значит, вы стоите вот так. То есть вы должны держать стойку, держать позицию. Держать опору. Чтобы удар имел опору в стойке, а тело не отделяло руку от тела. А составляло единое целое с телом рука. Понятно? Вот давайте сейчас на это обратите внимание. Центр, центр, центр. Приготовились. Еще раз. 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 Ямы. Зенкутсу. Зенкутсу. Блок удар. Вторая стойка. Кокутсу. Вход Зенкутсу дачи. Третья. Некуаси. Вход Зенкутсу дачи. И на повороте собираем руки. Локоть. Еще раз. Зенкутсу. Зенкутсу. Остали Зенкутсу. Вышли в Кокутсу. Понятно? Вышли. Атака Зенкутсу. Некуаси. Плок. Зенкутсу дачи. Удар. Собрали руки. Удар. Локтем на повороте. Ясно? Прошу. Прошу. Далее. Лоу кик. Балансировка телом. Гори отрабатывает. На часоку выход. Концетсу. 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 Выход. На часоку. На часоку выход. Йокагире. Йокагире чудан. Выход. В позицию. Женкутсу дачи. Мавате. Две руки. Мавате. Их. Стойка. 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 Сан. Руки. 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 Собрать. Мавате. стоп, стоп, стоп когда мы стоим в исходной позиции, руки опущены они не поднимаются сразу, руки опущены как только начинается работа ногами, руки поднимаются в защитную позицию ясно, да? исходная позиция, руки опущены, как в позиции Йой руки остаются здесь, потому что мы работаем ногами руки уже на защите ни сан на ногах на ногах на ногах на ногах на широке первый способ застук все знают Александр показывает эту позицию для того, чтобы пробить в принципе, при быстром перемещении у вас может оказаться и такая позиция суть не в этом суть в том, чтобы у вас нога прошла под тазом вот это основное она все равно идет что отсюда что отсюда есть возможные вариации но основное нога должна пробить и вытерпозить пробить из-под таза и вытерпозить покатать моя дорога и вытерпозить и вытерпозить и вытерпозить и вытерпозить руки раскрыты и на повороте руки раскрыты такая маленькая деталь возьмите на заметку скрёстный шаг и с под таза ни сан Зам! Вот и! То есть ни два, ни полтора. Из-за чего это получается? Когда вы сделали заступ, когда вы сделали заступ, повернулись, не важно, в другой стойке, не важно. Вот у вас идет отсюда нога. Сначала пробить, а потом повернуться и выйти сюда. Если вы бьете и одновременно поворачиваться, получается вот эта позиция. Не то, не все. Ни йока, ни ушира. Толкно. Может быть сильный удар, вопросов нет. Но еще более сильный, когда вы копытом бьете, как лошадь. То есть вы сделали, точно ударили, вошли в позицию. Закрепились в стойке. Ясно? Естественно, когда вы крутитесь на одной ноге, у вас больше радиус. Видите, нога стояла здесь, а на воле-неволе, если он в полу кругу, влежь, чем он выйдет под таз. Он все равно старается с под тазом. То есть все равно отсюда, бум, вот это не йога бери. Все равно это не йога бери. Должен быть ушей. Ясно? Когда вы идете в двойной заступ, вы тазом нацеливайтесь, из под таза бьете и выходите в позицию. Вот это вот, если вы будете отсмеживать. Сейчас невозможно судить за всеми, но есть типичные ошибки, которые видны. Если вы за этим будете следить, ну, можете хорошо наработать. Сильные удары. Ясно? Вопросов есть? Есть по этой технике? По этой технике? Нет? Значит, старайтесь бить эспотану. Сначала пробили, потом повернулись. Не надо бить и разворачиваться одновременно. Позиция. То есть техника отсюда, сбоку, вперед. Позиции силы здесь. Все остается то же самое, что было в программе 7-го ОКЁ. Единственное, здесь вот центр. Если там у нас была небольшая, чуть-чуть за центр протягиваем, при прямых бедрах, здесь сюту дзёдан учи-учи идет вперед. Проникающее движение сюда, в горло. Понятно, да? Вот на это обратите, пожалуйста, внимание. Обратите на это внимание. У чекоми рука упрямляется, но чуть-чуть локоть согнут. Вот эта часть выталкивается. Основание, ребра, ладони. И пальцы старайтесь собрать, чтобы не было таких позиций. Пальцы собрались. То есть раскрытая позиция требует внимания всем. Давайте сделаем подсчет, не спеша. Блоки. Прямое положение. Ладони и руки. Кенан-барай. Дзёдану-кэ. Учу-кэ. Все блоки. Ну, естественно, круговой блок. Опять же, круговой блок. Не здесь. Здесь позиция. Позиция с силой. Вот у вас идет блок перед вами. Не так. Здесь ему негде развернуться. Вот вы задаете ему направление. Пропеллер перед телом. Ясно, да? Руки. Сделаем сейчас только руки. Только руки. Куда дальше? И точка. Центр, точка. Через центр, через центр. Большинство почему-то предпочитают сокращать траекторию. Центр. Проходите между рук. Руки просунули и двинули вперед. Здесь. 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 Кота. Для того, чтобы через центр пройти, здесь есть маленькая деталь, которая требует внимания. Если здесь у вас идет со стороны точка. У вас бедро, бедро, точка фиксируется вместе с бедром. И бедро идет вместе с рукой. Практически одновременно. То здесь вы сначала вывели бедро и незамедлительно толчок. Вывели и толчок. Если вы не вывели бедро, то у вас нет центра. Понимаете, да? Чтобы выйти на центр, недостаточно рук. Чуть-чуть бедро, и тогда пойдет толчок. Поэтому с бедра, с бедра, с бедра, с бедра. Кота. Давайте вот эту технику сейчас попробуем сделать фудодачи. Фудодачи. С бедра, с бедра, с бедра. Бедро поворачиваем. Приготовились. Майки назад. С правой. И ю. А если? Хорос! 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 Ямы, ямы, ямы! Ямы. Значит, типичные ошибки какие? Рука, или там фудодача, неважно. Рука не должна, локоть чуть-чуть ниже плеча при толчке. Вот вы увидели на центр и толкнули здесь. Нельзя вот сюда отрывать. Удар находится в солнечном сплетении. В сплетении, вот сюда. И с небольшим подъемом вперед. Толчок вперед и чуть-чуть вверх. Вперед и вверх. Это называется майя хиджат. Майя хиджат. Ясно? Вот этот момент. То есть не перетягивать. И еще второй момент. Наклон тела. Не допустим. То есть вы бедро повернули именно для того, чтобы тело осталось сомленным. А так можно вот так встать. Бедра останутся прямо, тело развалится. Понимаете, да? Вот. Движение можно как наступателем, так и отступателем. То есть мы знаем в сейнче отступление. Но может быть и накат вперед. То есть если... Леша, стань, пожалуйста. Если, например, партнер на вас находит, да? Вы можете его растянуть. Если он зацепился. Пам! Войти сюда. Да? Но. Вы можете, если он, например, здесь взял тело. Вы можете выйти сюда и здесь. 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 Осуществует действие. Видите? С бедра. Бедро в центр пошло. Ос. Понятно? Икроножную мышцу потянули. Вот сейчас пальцы на земле. Постарайтесь пальцы приподнять с земли. Почувствуйте, что у вас заострилась позиция ударная. Сфокусировали ударную позицию, как на какато. И расслабили. Доступный уровень. Если не будет очень высоко на уровне глаз, можно сделать на уровне подворотку. Но главное, чтобы это было правильно. Чтобы у вас какато. 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 Было так. Какато гедо. Это не сюда и не туда. Сюда. Под 45 градусов. В тело лежащего противника. Понятно, ребята? Вниз. Значит вниз. В позиции. Сюда. В позиции. Сюда. В позиции. Сюда. В январь. 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 В центре. Выход на рельсы. Т.е. постарайтесь. Ударили ногой. На эту ногу взлетут с удачей. И у вас идет нагрузка. Нога нагрузили. Нога нагрузили. На часоку нагрузили. Колено стоит. Голень вертикально. Все о чем мы говорили. Да? Не спешите. Одновременнее. Поправляйтесь по трамотной. Выстрем. О, О, О! А на ней, в скуту твоего волосы. Выдержать позицию. И вытянут. Могурей. Из левой стойки смена на правую. Из правой стойки и возврат. Вот от позиции смены Агагерии. То есть колено не устремляется до конца. Это удар не туда, а удар сюда. Давайте сделаем, гунорец. Блоком правой. Другой. Че. Другие. Поставили нам на руку вперед с позиции гьякова. Ну, на доступном уровне. И чесоку, вот по этой ладошке, значит, пробей. Эйч. И уже стоит, чтобы меняли. Ни. Ост. А. Ост. 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 Вот здесь отчетливое положение силы. То есть его не нужно залипать на грудь. Вот позиция. Ост. Отчетливая позиция. Отчетливая позиция. Параллельно предплечье. Кулак вниз. Вот здесь перезарядка идет в кокуцу дачи. Обратите внимание. Раньше мы делали такую позицию. Не очень заметно. В принципе, никто не заметил. Но, тем не менее, обратили внимание на эту деталь. Имейте в виду. Что мы сделали здесь. Позиция. И. На вход. Включаем тело. Смотрим в сторону. Ост. 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 Вокота. Слова. Вот эту фигурку мы сейчас с вами должны поделать. Значит, первый ритм. Ост. И. Ост. И. Ост. И. Ост. Вокота. Вокота. Пять элементов. Стали. Значит, этого быть не должно. Должна быть фаза сопротивления. То есть, рука смотрит вперед. Вы должны этой рукой иметь возможность нанести удар. Если необходимо. Вот. Позиция здесь. Примерно. Ну, то есть, вперед смотрит. Не кладется на голову. Первое. Это первое. Второе. Вот здесь очень часто вот такая рука. Вот такая рука. Должна быть здесь. Руки параллельно. Руки параллельно. Вот это очень важно. Почему? 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 Должна подойди послушать. Значит, кроме прямых трактовок, которые из терминологии следующей. Например, там тыцует. Кроме камеучи, да. Но, в действительности, это не столько тыцует, сколько освобождение от захвата. И, если рука идет. Если рука идет. Крепо держи. Вот здесь вот это вот положение кулака позволяет сделать рывок. Выйти через большие пальцы. С другой руки. Здесь. Видите? С другой руки. Здесь. Видите? С любой руки. Вот в это положение. Вот просто вот это положение, вот это положение, оно мало что даст. Вот положение. Видите? Видите? Через кольцо. Захваток. Второй, первый палец. Бухует. Понимаете, да? Теперь. Если, например, рука захвачена, первое движение то же самое. Но, рука должна подстраховать этот удар. Если вы поставите руку сюда, она, во-первых, не имеет сил. Она имеет слабую фазу. Видите? Ее легко заломить, заломить, завести и так далее. Она должна иметь позицию силы. Взяли, допустим, за две руки. Бам! Две руки. Если взяли в этом положении вверх, там неважно. В этом положении захватили руки, да? В этом положении. В этом положении оторвали. Понимаете, да? Вот это очень важно. То есть в данном случае соблюдение формы, для нас это сама цель. Сейчас, чтобы делать чистую форму. Но она имеет определенное назначение, смысл. Я надеюсь, что вы смысл понимаете и будете следить за формой. Должны гнать. Каждый рывок это освобождение. Каждый рывок это удар или защита, или атака, или освобождение от захвата. Но он требует какого-то минимального времени. Дальше продолжение. О-с, о-с. Выход. О-с, о-с, о-с. Не забывайте, что здесь идет о-с, о-с ритмика. Два движения в одной позиции. О-с. Ясно? Давайте сделаем. Поставили правый цунцуки. Идом. До-с, о-с, о-с. Идом. И спеши. Двэ. Шо-с, о-с, о-с, о-с. Шо-с, о-с, о-с, о-с. Шо-с. Шо. Хорошо. Хорошо. Вернулись к местам. Двэ. Если раскладывать по медленным элементам Раз и накат Видите? То есть сначала мы часовку пощупали сталь И вот это движение должно вывести дополнительно противника из верновесия Рука осталась там Вот она гирька опустилась Опустилась И здесь у нас заряжено Теперь опускаем локоть Счищаем руку с руки И выходим в позицию Здесь идет вниз и от бедра в сторону В защитную позицию Вниз и от бедра, не из подмышки От бедра в сторону Это не блок у ЧУЛК, это перевод руки в защитную позицию Раз Два Три Еще раз 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 Накати Два Три Понятно? Ну Значение Показывали много раз Накати Еще раз Три 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 Повернули Три Мы делаем поворот Раз 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 Два Три Так Здесь Скажем Значит Здесь Здесь идет раз, два, три, четыре Рывок идет на завершение Не на начальную часть, то есть не сюда А когда мы выкрутили, тогда легко ушли Пам сюда или отсюда сюда Понятно? Но в данном случае мы ведем к бедру И показываем завершение точки Ритмика, ритмика простая Значит здесь контраст Быстрого движения и двух силовых разводящих блоков Их нельзя сделать просто быстро-быстро Иначе это не имеет никакого смысла Быстрая техника, позиция Олс, олс Быстрая техника, позиция Олс, 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 олс Понятно, да? Вот это ты должен понять Вот здесь у нас идет подсад Переход и удар Вперед Выход и сюда Раз, два Вот здесь Хорошо сформированная позиция Усу-би-дачи Усу-би-дачи Понятно, да? Значит, что здесь важно? Когда вы вышли в позицию Раз, переход Рука Находится Контролирует Здесь и ревес Здесь ладонь Здесь в кулаке Когда идет подсад Вторая рука Здесь Закрывает лицо Лицо не так Здесь Здесь, понятно, да? То есть вы как бы должны Как какой-то предмет Зацепить Земли То есть достаточно низкая посадка Низкая посадка И переход Стандартную гибрадачу То есть если мы здесь находимся Стандартной землюксу Дачи Ниже стойки Здесь выход в стойку Выход в стойку Стандартную И Стандартную гибрадачу И Здесь уже выход В мусуби Дачи Прямые ноги Понятно, да? Теперь Когда мы идем Майгири Майгири У нас идет равномерный вид Равномерный вид Ос 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 Ясно, да? Переход Ос 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 Центр Центр Ни Переход Центр Наура Выход После удара Делаем переход Вот что это за движение Локоть Потом у нас идет перескоп Локоть Что это за движение Есть несколько вариантов Истолкования Значит, первый вариант Это возможность Вращения с ударами В детском окружении То есть, если находится Здесь противник Да? То вот само вот это вот Вращение Само вот это вращение Значит, я Если идет небольшое сближение Противник Получает скользящее Воздействие Это первое Второе Второе Это выход сюда Имеется ввиду Бросок То есть, этот локоть Возможно Бросок Через руку Через бедро Через руку Вот Вот Этот уход Трактуется обычно Как уход От удара палок Ушли Что это такое? Просто восстановление Устойчивого Полосы В кадрах Больше никакого особого Особого смысла Никакого больше особого смысла нет Просто на сохранение формы В таком случае Стойкая кибодача Была кибодача И другая стойкая кибодача Здесь идет движение от ноги Точка Или скок Точка То есть движение идет от ноги Почему от ноги? Потому что идет подворот И здесь может быть и бросок Нога Подставляется Вместе с вращением Или Подставляется Отошли Подставляется Отходится Но Уже вращение Уже начинается вращение То есть мы подошли И когда нога обошла Мы переходим в эту позицию А вот здесь мы завершаем позицию кибодачи Если вы делаете быстро Это практически будет длиннее Если вы отрабатываете медленно То Здесь есть какие-то элементы Вы можете Заморосят А кибодача здесь полная 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 Вообще нет Не войти в одной карте Нет и не полной Единственное отличие Вернее Условное название Когда мы делали Низкая и узкая кибодача Это называется Конечно не кибодача Но то что низкая и узкая Это понятно Вот Так оно условно Называется В Сусихо Есть такая позиция Здесь есть такая позиция Все остальные позиции Совершенно полноценные Вообще Карта это полноценная И позиции в ней тоже полноценные Так что никаких Ущербных позиций там нет Вот Есть вопросы ребят какие-нибудь? Есть Пожалуйста Вот Когда мы выходим в эту позицию Вот здесь В некоторых местах Как будто мы подтягиваем На четыре счета Или я думаю нет уже То есть вот Раз Потом мы Печни Санкции Нет Такого никогда Нет Такого никогда не было Насколько я помню При мне такого не было Да Значит и еще там Не сразу по позиции Нет Вопрос другой Чисто методический Инструктор может Насколько угодно Считов раскладывать элементы Быстрый раскладывается Нет По ритмике нет То есть в реальном исполнении Этого нет Когда вы изучаете Мы здесь можем Раз элемент Два элемент Три Чтоб простить все переходы По квазу Здесь что важно Блок Встали в позицию Вот вы сразу встали в позицию И главное здесь поставить руку Поставить руку Чтобы рука не была где-то сзади Поставили Вот ритмиками О-с Позиция О-с 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 Главное постановку В мусуге у нас на четыре счета Идет Там ударь Вот там идет Там идет Раз Два Три Это другое Это к третьему пенану Наши Сай 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 Там хайсов Ясно, ребята? Нет вопросов? Нет Давай, сделаем Она не фиксируется, да? Сразу Она не фиксируется, да? Это просто касание часов Касание часов Почему? Почему? Мы используем силу бедра Мы используем силу бедра Есть, например У меня, например, рука в кармане Да? Вот взяли меня за руку Я хочу чего-то достать Конфетку угостить А меня раз там перекрыли Боят думают, что я нож там держу Да? Нож Ну я Вели за руку Да? Понятно, что я С ножом Буду ни на кого нападать Раз Конфетку А можно накатить Конфетку Вы включаете бедро Вы включаете бедро Вы включаете бедро Или в этом положении Вы включаете бедро Поэтому когда вы пробили Не включается бедро Если вы тоже пробили puis Union И поставили На постановке Движением Но это делается очень быстро Не значит Раз Сиди Праган то есть идёт накану о-с-о-с о-с понятно? ещё вопрос? нет вопросов? это после меня противника первая вторая перескоп перескоп всегда предполагает какое-то препятствие может быть упавший может быть может быть но никакая карта формально в этом случае она сразу отсекает все возможные другие тракторы но одна из трактов вполне но главная форма главная здесь форма неощущенной силы главная сила в подком 19 в описании там написано полки подачи выходим потом разорвется сейчас в ленок уже не в полки в ноги на длину киподачу без фиксации здесь киподача восстанавливается вот эта линейка равна киподачу но она не фиксируется то есть вот мы вышли раз перескоп она не фиксируется а перескоп длинный? высокий высокий выше колено выше колено то есть длина не интересная длина не интересная формально раньше присутствовала трактовка захват за горьком но это возможно только в том случае если противник вот висит если у него нога нагружена а что это такое у меня захватил за руку захватил за руку я меняю высоту уложу руку уложу руку и здесь входит удар если он захватил крепко и не отпускает вот я вошел я все равно наношу удар рука остается за поясницей удар все равно можно нанести понимаете? то есть возможно это какие-то изменения в ситуации но сама форма позволяет есть еще чисто любая форма входа это определенное развитие тела то есть погружение на позицию более низкую чем стандартная стойка выход в стандартную стойку люда над ногами отрыв от пленой от земли и так далее то есть тело привыкает маневрировать для чего выход в низкую позицию может быть нужен например да уход из зоны видимости я там на своих занятиях по прикладу ребятам кое-что показываю скажем мы можем находиться на одном уровне вот он взял меня за руки и остался на одном уровне понимаете? я никуда я не сделал перепада высоты я контролирую его удар ну если например взял с креста руку я могу я могу уйти из зоны видимости здесь понимаете? то же самое здесь вы тренируете себя то есть тело привыкает в стандартном положении в низком положении выходить низком, высокое выпрыгивать высоту то что в программе второго тела у нас есть и дальше то есть это тренировка, это форма но форма дает различные направления для толкования несколько принципов базовых которые лежат в основе трактовки К сейчас я лекцию читать не буду вот но по ходу дела кое-что он может еще затронить Бог у нас здесь книжка выйдет вы тогда почитаете вот нет вопросов под этим все построено так сказать имеет определенные символические параллели с различными другими представлениями которые сказывают в этой традиции существу а именно разворачивания из центра и сверху не в центр вот ясу в основном вы стоите на центре только делаете выпады да одну штему делаете выпады другую сторону делаете другую третью но все время возвращаетесь в центре и в принципе вы знаете что и такие опыки все остальные формы они начинаются из центра и окончаются в центре а есть такая такая вопрос как возвращение вы сможете дочери если очень строго к этому подход в центре значит в соревнованиях пока-то сейчас не принимается в очень большой расчет хотя конечно если человек попал точно сюда в результате исполнения и не нарушения формы так если все стойки были хорошими и он вернулся это говорит о том что он в общем чувствует то откуда он происходит и возвращается туда откуда он вышел то есть в центре в пенале у нас есть традиционное смещение где-то на нашей на пленчике если строго посмотреть как вы будете делать позиции как у третий пенал в третий пенале из-за вот этих вот сумасшедших прыжков наверное бывают большие-большие уходы в сторону и конечно впечатление сходится от выступления на соревнованиях и даже в экзамене когда кто-то наскапит у соседа понимаете вот не очень хорошо если вы будете если вы сохраняете стандартную позицию вот мы находимся в ходе дальше мы donkey вот мы повернулись по кутцу дальше мы бывшим в бабушку мы пошли в бабушку на создание на центральной оси дальше мы находимся в позиции у нас центр остается здесь центр остается здесь а вот дальше кстати стандартная позиция она не нарушена, правда? не нарушена дальше вы идете вот вы вышли сюда вы прокручиваетесь и у вас скиба дачи остается вот пятки на центральной линии а дальше вы уходите и у вас ширина плеча ширина плеча то есть задняя нога вы уходите на слубе дачи вы уходите и вот у вас есть определенное расстояние центральное сей перемещения дальше у вас идет киба дача правильно? дальше у вас идет киба дача дальше у вас идет киба дача дальше у вас идет в курсе дачи вот вы вышли сюда видите? вот вы вышли сюда а дальше у вас вышли на линии я стойки не нарушал в принципе вы вышли в позицию Ширина киболета. Переход в высшую позицию. Ничего искусственного для того, чтобы попасть в стойку не было сделано. Вот в этом смысле хорошо, если вы на соревнования ходите на себя в стойку. Кто-то говорит, вам хорошо, судим приятно смотреть и все остальное в порядке. Нельзя заниматься подтасовкой, когда там накомбасил, там стойку, а потом каким-то образом, каким-то обманом, там взял, перескочил и стал в эту позицию. Это будет смотреться плохо. Это никому не нужно. Смысл в чем? Все как-то проверены с этой точки зрения. Все ребята наши, которые хорошо выступали, за честь Москвы выступали, они в принципе всегда возвращались практически тютерка в тютерку. И в этом нет ничего плохого. То есть, не считая это самоцелью, в то же время имейте в виду, что при прочих достоинствах, хорошей техники, силе, убедительности исполнения, если вы вернули стойку, вас никто ругает за это. Наоборот, вам лишний аплодисмент. Понимаете? Пришли. Наоборот. Подсыпаем. Горьков. Всем часа. Парк Игитя. Учина коса. Помогаете? Парк Игитя. Парк Игитя. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА первая стойка вытянули две руки ну вот на расстоянии кулакок например и тот кто стоит спиной делает перемещение в это время идет удар между рук подсчет между рук кучи хорошая какая-то гиря и и и и атакует руки держат защитное положение сан хорошо а теперь в обратную сторону в обратную сторону поменяли руки кучи хорошая какая-то гиря изнутри изнутри завод внутрь приготовились ич внимательно ни сан точнее точнее олс идет по прямой олс идет по прямой здесь не туда удар сюда удар 43 град здесь 90 град удар идет разъебающий если вы делаете так вы можете промахнуться чуть-чуть ушел против если он даже уходит сюда удар идет в этом направлении то есть воздействие на подбородок снизу и воздействие на позвоночник понимаете если вы будете вот так вот макать соответственно можете проскользнуть удар идет отсюда естественно там сюда подбили направление идет сюда постарайтесь этот угол правильно держать чтобы он не был не таким не был задом локоть остается здесь в этом положении рука отрывается от тела в этом положении рука собрана вместе с телом удар идет по центру ясно? вот значит херакен то же самое недопустимое проламывание косточек даже как даже как нукитея позиция собирается внутрь 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 костяшки точка точка этими же костяшками мажущие движения вот по этой точке в основном или по носу точка здесь идет заглушка по слегка закругленной траектории что это означает? двинулась плечо локоть и мягкий оборот здесь фиксация точка 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 вторая рука работает не то что раз руку оттянули два руку оттянули три две руки две руки две руки покота вот хай сиучи мы говорим бедра прямо да? если зункут дальше бедра прямо рука точка вперед вынос через локоть вперед через локоть вперед так же как у нас катапинал через локоть вперед кота то же самое здесь поворот руки вынос локоть должен направлять нельзя локоть держать в стороне и просто тыкать локоть вперед разворачивается рука ясно? вот постараемся сейчас вот эти моменты оценить пузырь только руки тихон на второй кью только руки ноги сейчас не нужны вы уже нагрузились достаточно сейчас побери и жоп себя и не зашли кюни 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 куни кюни на второй кюни куни еще раз еще раз еще раз все это самое выпуклое место чудан гедан локоть всегда будет выше и чудан локоть будет выше локоть будет чуть чуть выше ведь солнечное сплетение гедан Но не здесь, а на дистанции Берём на дистанции На дистанции Теперь траектория движения Траектория движения Тенденции какие есть Некоторые тыкают вперёд, это неправильно Некоторые загребают снизу Нечто среднее То есть вы выталкиваете Выталкиваете и поднимаете Выталкиваете и поднимаете То же самое, что мы В Янсу делаем Потом посмотрим Ещё будем занимать Давайте ещё раз На уровне коричнево-чёрных поясов Непонятно, но тем не менее Смотрите внимательно Чуть-чуть подойдите сюда, чтобы все видели Что-то издалека трудно рассматривать Смотрите внимательно У нас позиция рютокен Позиция рютокен Позиция рютокен Закладывается вот в эту ямочку Видите? Закладывается вот в эту ямочку У большинства рука повёрнута Вот в таком положении Это не значит, что нельзя бить В таком положении Это не значит, что нельзя бить Но те удары Под тем точком, которые наносятся Они начнутся совершенно по-другому Вот такой позиции Мы скажем, можем бить Если, скажем, меня обхватили Там сзади за корпус За корпус, да? Вот я могу ударить, например Такой позиции Я могу ударить такой позиции Отмахнуться, понимаете? Да? Отмахнуться Я могу это сделать. Но удар на дистанции выполняется совершенно по-другому. Рука от предплечья, ось проходит через кулак. Не проходит в таком положении. Не проходит в таком положении. То есть рука находится здесь. Что это за удар? Удар. Вот если я накладываю палец. Знаете, как в книжках затушевывают места ударные. Представьте, что палец это затушевка. Вот я заложил. Вот этой частью костяшек наносится скользящий удар. Значит удар наносится вот в эту зону. Удар наносится в эту зону. Понимаете? Если вы наносите его сюда, значит по салазкам снимаются салазки. Если вы снимаете по носу, нос уходит в сторону. Понимаете? То есть чисто мажущий вот такой удар. Значит здесь то же самое. Если открылась дырка по ребрам, это не вот такой вот удар. Здесь нет опоры. Здесь нет опоры. Видите, если мы сделаем так, у нас отдача идет туда. У нас нет опоры в кисть. Значит единственное, что мы можем сфокусировать мажущие движения. Мажущие движения. Мажущие движения. Понимаете? В отличии от прямого удара. Понимаете? То же самое. Например, вот мы делаем, например, как ицуки. Вы же не будете как ицуки делать вот с таким кулаком. Правильно? Вы его фокусируете. Фокусируете, да? И направляете под 90 градусов, если это проникающее движение. В данном случае совершенно другая специфика, другая задача. Эти удары отличаются тем, что они направлены по конкретным жизненным точкам. Точечное поражение. Требует хорошего прицела и правильно сформированной позиции. Понимаете? Значит, здесь этот удар, значит, естественно, он может идти в глаз, он может идти сюда, он может идти сюда. При боковом расположении он может идти сюда, то есть при заходе в сторону и так далее. То есть по всем мягким, так сказать, и уязвимым местам, типа вот этого, вот этой точки тоже нужно попасть. Нужно попасть. Вот. Это понятно, да? Вот. Да, что здесь важно? Рука, вот это проецируется, вот это вот острие копья, да, оно такая вот, ну как сказать? Ну да, есть такие вот обалдашники, да, боевые. Вот этот вот острие, вот этот шип, он проецируется сюда. Если вы свернете в сторону или свернете так, у вас не будет. То есть у вас будет надлом в кисти. Надлом в кисти быть не должно. Здесь прямая точка. Здесь, соответственно, то же самое проецируется вот в эту точку. Прямая линия. Стержень должен войти сюда, стержень должен войти сюда. Естественно, вторая рука работает. Вторая рука работает. Понимаете? Обязательно. То есть и здесь, да, фиксируется по центру, по центру. Условно фиксируется по центру. Но имеется в виду вот точечное поражение. Проход небольшой. Понимаете, да? Вот. Потом идут эти удары. Дальше. Траектория движения та же самая, но вы помните, что позиция здесь идет такая. Позиция здесь идет такая. Поймите, что боевая техника, тот, кто вот ей занимается, понимает, что она не ограничена тем, что есть в программе. Есть значительно больше ударов, куда, вернее, куда вот эти точки можно направлять. Понимаете? Мы с вами говорили, скажем, ну, здесь мы наносим удары куда? Это может быть удар висок, это может быть удар в шею. Понимаете? Вот. Это может быть удар по ребру. Точечное. Точечное воздействие. Вот в подреберье, где нервное сплетение. Может быть удар такой, да? Но это не значит, что этот удар нельзя нанести в другие точки. Из других позиций. Скажем, если делают гиакуцуки, предположим, да? Гиакуцуки. Если я, например, ухожу так, я вполне могу нанести удар с этой стороны, да? Шею. Могу нанести с этой стороны. Гиакуцуки, предположим, джедан, да? Я могу нанести удар с этой стороны вместо хайта. Ничего не мешает. Понимаете? Но в программе ограничено определенным набором джентльменским, который надо освоить. И то, дай бог, его хорошо освоить. Но главное понять принцип, как выполнять сам удар. Понятно это? Понятно, да? Теперь, значит, что у нас там еще? После этого у нас стоят блоки. Да? Блоки. Блоки, как УК. Здесь позиция такая. Типичная ошибка – это вот проламывание пальцев. Вот сплошь и рядом вот такие вот позиции. Я даже не могу так сделать, мне трудно, но я пытаюсь имитировать то, что я вижу. Такого быть не должно. Вот позиция. Вот это. И направление усилия на ребро предплечья. То есть, если, например, это рука, если, например, рука, суки, да? Если рука, видите, это ребро предплечья. Здесь идет, видите, проводка. Если это шея, это ребро предплечья. Видите, это ребро предплечья. Естественно, конечно. Крючок. Крюк. Вы должны сформировать крюк. Должны сформировать крюк. При формировании крюка напрягается четвертый и пятый палец. Особенно. Очень важно. И напрягаются, соответственно, вы сами почувствуете экспериментально, да? Что напрягаются те группы мышц, которые отвечают за собранную позицию руки. То есть, рука достаточно жесткая. Теперь эта рука идет от центра на реверс. Точка. Видите? Ставится точка. Традиционно в хокусе дачи, на классе дачи. Это понятно? К сожалению, такие вещи нужно так вот вблизи показывать, чтобы это было видно. Много-много перекосяков у вас. Обратите внимание. Если сейчас это понятно, если вопросов нет, пожалуйста, старайтесь это выполнить. Позицию. Это позиция раскрытая. Растягивается тело. Вот позиция. Позиция сбора. Вот она дает упор, дает возможность защищаться. Понимаете, да? То есть, вот сосочек ваш, сисечка, да? Вот под ним примерно сориентирована вот эта часть руки. Так. Еще какие вопросы, пожалуйста? Более-менее не ясно, да? Значит, еще раз подводим итог. Значит, первое. Это вы все хорошо знаете. Значит, здесь важно, чтобы у вас не было вот этого вот. Иначе, если при столкновении с реальным, попробуйте в подушку ударить. Когда у вас рука собрана, вы можете ее жестко ударить. Когда она у вас в таком положении, вы просто птичь можете не вылежать в нагрузке. Да? Здесь прямые удары. Здесь удары то же самое. По слегка закругленной траектории, так же. Плечо, локоть и как пледь идет, как пледь. И здесь гирька фиксируется. Гирька фиксируется на цели. Ясно? Все, построились. Хоризонтальную позицию. Чтобы не было таких. Сплошь и рядом мы видим такое. Начинается блок «Май-Малашук», вот такие руки стоят. Ну, кто-то себе это может позволить. Понимаете? Иногда. Просто, ну, сделал так человек, все. Но, в принципе, если вы под контролем, это делать, это не должно быть. Ну, а вам еще немножко рано позволять себе такие вылезти. Ясно, да? Все. Построил выход. Быстро. Когда мы делаем поворот, блок, позиция. Блок, позиция. Рука смотрит вперед. Эта стойка должна быть посажена. То есть нельзя стоять напрямую. Вот. И стойка должна быть достаточна для того, чтобы сделать прогрессерие на цуки. Если она будет слишком широкой, соответственно, очень трудно будет двигаться. Да? Умеренная посаженная позиция. Значит, сначала сделаем выход. А теперь сделаем поворот отчетливо. ОС, ОС. Вот в таком темпе, не быстрее. Отчетливый блок и позиция. Приготовились. Поворот. ОС, 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 ОС. Ката. Кихон Ката. Сона Ичи. И второй удар реверсивный. Сплошь и рядом. В том числе и на экзаменах, ребята. В том числе и на экзаменах. Вот этот быстрый удар делается с большой ленью. Ну, вот с такой скоростью. Этого и недостаточно. Этим ударом, в принципе, вы должны пушить свечи. Как одним, так и вторым. То есть, точка. Скорость одна и та же. Скорость возврата быстрее, чем. Понятно, да? Значит, давайте сейчас сделаем. Идет. Не мог потушить прямым ударом 10 свеч подряд. А свечи были довольно толстые. Понимаете? Не допускал боя. Ну, что было, то было. Понимаете? Затем точиться на скорости. Ищет. 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 Она не остается там после удара. Она должна вернуться сюда. Ищет. 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 Так, движение вперед. Движение вперед. Два движения Движение вперед Можно выполнить переход Достаточно плавный Но в кликере Два удара Цуки Майки Приготовились То же самое Отчетливые движения Движение Отход Нога убирается Вход Быстро Убедиться в том Если например идет Или вперед Неважно Я могу стоять здесь Вы должны убедиться Что у вас блок поставлен здесь Майки или с передней ноги Майки или с передней ноги Блок Выкатай Блок То есть многие ставят Сотомка вот так Ос Вот такая позиция Ос Нет смысла Понимаете Старайтесь следить пожалуйста За формой В данном случае форма имеет смысл Как и во всех остальных случаях Обратите внимание Оуз Руки Перезаряжаются В трактовках Вот для инструкторов Александр Иванович Объяснял Что руки должны Когда работает нога Руки быть здесь Да В нокдаун Руки здесь Но в кликере Руки здесь Это дань традиции До второго кью У нас идут кликерные вернравки Поэтому с точки зрения Строгой нормы Требуют руки Все время Перезаряжать За исключением случаев Когда идет Неск ударов подряд Ногами Понятно да? Вот это момент Который мы согласованы У нас И здесь разночтений нет Понимаете да? Другое дело Что когда идет Объяснение Прикладного Включения Да Ноги пошли Руки Здесь Понятно Ранраку на первый кью На первый дан Там все это Имеет место Понятно? Мы знаем Да? То есть Лоу кик Вторая рука Уже заряжена На постановку Гяку цуки Лоу кик Рука заряжена Гяку цуки Понятно да? Давайте сделаем Достаточно Недостаточно Многие Включают бедро То есть бедро Тормозится Вот здесь вот Надлом идет А движение Движение вперед Недостаточно На Гяку цуки Ясно? Следующая рука Рука И вот И вот И вот И то же самое То же самое Юлька гири Рука заряжена Рука заряжена Кяку цуки Быстрый удар Получается бедро Вот это Нет Нет Юлька гири У вас идет Юлька гири Кяку цуки Рука заряжена Кяку цуки Рука Рука Следующая комбинация. Позиция у нас идет. Майя Гирей, Гарда. Ёлка Гирей. Вот здесь две руки. У нас другого варианта не может быть. Мы поворачиваемся. Когда мы поворачиваемся, у нас эта рука, локоть. Ханшин это обращал специально внимание. Специально внимание. Локоть контролирует направление поворота. Прицел. Это прицельная планка. Когда вы пробили, у вас Гарда и входит сюда. Уширо Гирей. А я не сделал. Пропустил. Уширо Гирей, Ёлка Гирей. А Уширо я не сделал. Хорошо. Смотрите, Майя Гирей. Уширо Гирей. Выход в позицию. Я куплю. Относится к группе кликеров. Еще. Еще относится к этой группе. Значит, здесь ОС. Отход. Вот здесь важно. Часто кумкаются перемещения. Они должны быть выполнены. ОС. ОС. Два входа. Два входа. Многие делают прямой заслуг. Остаются бедра блокированы. Заступ. Выполняется так, чтобы можно было делать Майя Гири. Понятно? Майя Гири. Теперь. Майя Гири Чудан. Маваши Гири Дзюдан. Какой? Проносной или с возвратом? С возвратом. Кто сказал? Проносной? Он был и был неправ. Как рост. Он был неправ. Понимаете? Это не значит, что вы не можете эту комбинацию переделать как боевую и своим ученикам как-то это использовать и показывать. Не значит. Но есть форма и есть традиционное использование этой формы. Собственно, форма отсюда и лепеста. Понятно? Маваши Гири. Уширы Гири. Дзюдан Бараги Акупсуки. ОС. 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 Это ясно, да? Вот этот момент только обратить. ОС. 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 А дальше. ОС. 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 Здесь Гири Дзюдан Бараги полный отбор. А кота? Ушир. Приготовились. Про этой части программы. Поймите, что у нас, к сожалению, нет времени на большую наработку. Но я вижу, что, ну, по крайней мере, первые эксперты все делают, знают и, в общем, понимают. Я надеюсь, что вы какие-то детали для себя отметите и учтете доработать. Вот. Нокдаун. Рен-раку для нокдауна, естественно, идут уже с выносом двух рук. С выносом двух рук. Без раскрытия. Без раскрытия. Просто вынос. Вышли в позицию. И то, что остальное важно, это толчки с ноги. Толчки с ноги. ОС. 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 Движение. ОС. На ногу. ОС. Делайте Рен-раку. Маваши гири. Маваши гири. Она идет без подхода. Вы помните, да? Здесь балансировка на опорной ноге. ОС. Да? ОС. И вот очень часто, очень часто бывает так. Хлестнули, а вот это вот как каша. Потом второй удар. Здесь эти два удара должны быть передавить противника. ОС. 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 ОТОПИНУЛИ. НОТОПИНУЛИ. Кота. Приготовили. Вот это обратите внимание. Толстки с ноги. Шестовку. ОТОПИНУЛИ. НОТОПИНУЛИ. Рен-раку. Шагом вперед. Справа руки. Первая нога. Ич. НИ. САН. ОТОПИНУЛИ. Ич. НИ. ОТОПИНУЛИ. САН. ОТОПИНУЛИ. ОТОПИНУЛИ. СУ. Молодец. ОС. ОС. То же самое. Не должна рука лежать. Не должна рука разворачиваться. Вот небольшой угол. Есть такая некая плоскость получается. Да? Небольшой угол. Видите? Есть возможность для уколов. Шеи в глаза и так далее. Другая совсем. Другие возможности. ОС. ОС. То же самое. То же самое. Здесь очень важно, что вы идёте сбоку. ОС. Идёте сбоку. Почему? На, подойдите, пожалуйста, сюда. Я просто покажу какие-то детали, и чтобы потом осмысленно этим занимались. Почему сбоку? Ну, руки оказались вверху. Если руки захвачены вверху, можно освобождаться, оставаясь противнику лицом, отодвигаясь назад или ещё что-то такое. Но очень эффективный способ защиты, когда вы меняете направление. Когда вы меняете направление. Например, вот. Например. Значит, взяли, допустим, за руку. Да? Взял, схватил руку. Есть такой способ. Да? Есть такой способ. Можно так освободиться. Да? Приподнять руку, освободиться. Есть другой способ. Приподняли руку. Здесь освободились. Понимаете? Есть такой способ. Есть другой способ. Здоровый, да? Взял, он меня держит крепко. Да? Я поворачиваюсь. Спокойно. Сюда. Складываю. Контролирую. Понимаете? То есть, изменение направления очень важно. Вот один из примеров. Пинан. Пинан. Четвёртый. То есть, руки захвачены здесь. Срываются здесь. Потому что есть необходимость идти в другом направлении. Понятно? Поэтому, пожалуйста, контролируйте вот этот момент. Отсюда. Не отсюда. Не снизу. А отсюда. И здесь. После этого очень важно, чтобы локоть стоял в позиции силы. Здесь. Здесь. Теперь, когда вы делаете здесь, здесь понятно, да? Оз-оз. Рука. Жёсткая позиция без перекосов. Это вы знаете. Ладонь находится не на локте. Здесь. Это чисто постановочный момент. Для того, чтобы ощутить силу удара. Так же, как в этом. Сейпай там и в других листах. Там. Сенчин. Это чисто постановочный момент. Контрольный момент. Но это не значит, что это не может быть приём. Это не значит, что не может быть приём. То есть, если, например, я захватил. Это движение используется как конкретная техника. Боевая. Понятно, да? А здесь. Теперь здесь. Очень важно. Следите за силой отмашных ударов. Жёсткий удар. Жёсткий удар. Жёсткий удар. Видите? На отмашку. Жёсткий удар. Суки у вас обычно жёсткие. Секущий удар обычно. Оз-оз. Оз-оз. Позиция. Прикрытие. Прикрытие. Пошли сюда. Здесь. Перед грудью. Два, три, четыре. Заряди. Нет, не надо. Раз. Драктовка другая. Драктовка другая. Просто зарядили. Два, три, четыре. Фокусировка. Раз, два, три. Точка. Вы должны почувствовать, что тело соглано. Оз-оз-оз. Дальше всё просто. Только держать позиции силы. На третье движение короткий выпуск. Некоторые сейчас начинают трыкать уже так. Из одной крайности другую. Всё-таки вы должны захватить. То есть руки должны захватить голову. Примерно 45 градусов. Крышечка. То есть если я взял голову, вот он. Не вот так. Не так. Вот. Сюда. Примерно так. Ясно, да? Там чуть-чуть угол, это не важно. Важно вот это. То есть сделали. Руки внизу. Руки внизу. Подстановка. Блок. Опять же. Контроль. Половина кругового блока. И полный круговой блок. Некоторые всё равно начинают здесь. Я видел. Контролируйте. Потому что если вы делаете соревнования по кату, делаете блоки отсюда, значит вы не понимаете, не контролируете самой формы. Это всё равно, что он мне делает мои гири, медленно-медленно делает, да? А я ему вот так вот пальцы сюда сузил. Мясо, чтобы там сбить, понимаете? Вот и всё. Значит, плохое впечатление. Значит, если человек такие вечные экзамены слишком часто допускает, то случайно там круто, ну ладно. Ну, в принципе, должно быть под контролем. Ясно? А так, в принципе, форма неплохо сделана. Давайте сделаем с учётом вот этих. Можно? Да. Руки начинаются так. Но такая позиция тоже возможна. Она для усиления в прикладухе. То есть, когда идёт рука, вернее, когда идёт нога, две руки как усилие, ну, как элемент трактовки, в принципе, руки стоят так. Но если вот так вот сделаешь, ничего страшного. Если вот так вот сделаешь, ну, это уже будет грубое нарушение в форме. Если вы готовы, ну, вопрос первого. Какие укрепили с Суракеном? С Суракеном, да. Здесь всё. Раньше третья рука подключила рука, раньше не идёт пока на большую руку, но нужно, чтобы как разложить такой двигатель? Нет, это методика объяснения. Показал, разложил по фазам, да? Здесь делается движение. Вот она раньше, а это догонит. Это когда медленно, когда медленно ты делаешь, можно разложить по фазам. Но когда ты делаешь быстро, уже этого нет. Раз, бум! Здесь некогда распадывается. Главное только, чтобы не было широкого движения. Ясно? Значит, раньше вы как? Раз, два, три, четыре. Раз, два. Сейчас это не так, раз, два, два. К вам, пожалуйста. Куда? Что тут? Теперь без озвучивания ритма, без озвучивания, да, ритма, но так, чтобы одежда работала все вместе. Ёй! Темп был хороший. Раз, два, три, четыре. Жестко. Жестко. На, ура. Ну, где-то 28 секунд. Чуть-чуть загоняет. О, раз, два. Ногой стягиваем. Три, четыре. Не прилипаем, да? Держим позицию. Держим позицию. Вот здесь у многих вот такие непонятные. Ни то, ни сё, да? Здесь, в данном случае, хайсок. То есть здесь всё сомкнуто. Сомкнуто. Оз, оз. Раз, два, три. Здесь очень важно, когда вы сделали. Раз, накладка. Два, нога. Три, четыре. То есть сначала идёт поворот, накладка, на второй счёт нога. Вот по ритму. Ещё раз смотрите. Оз, оз. Раз, два, три, четыре. Оз, оз. Раз, два, три, четыре. Вот за этим надо последить. Я надеюсь, что вы это знаете, в принципе, да? Знаете. Большинство, по крайней мере, старших поясов, старших поясов, кому это положено по штату, должны это знать. Здесь позиция силы. Блок. Здесь то же самое, что мы говорили. Вниз, вверх. Не здесь. 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 Отсекли. И сделали шарчик с ударом. Понятно, да? Значит, здесь один из примеров таких хрестоматийных теперь уже примеров. Я надеюсь, что он станет хрестоматийным. Вот. Примеров того, что нельзя като трактовать буквально, как какой-то набор приёмов борьбы с нескими противниками. Вот этот пример показывает, что никаких нескольких противников здесь нет. Здесь есть группа, ну, возможностей, которые проистекают из каждого отдельного элемента. Из каждого отдельного элемента. Вот это хотелось, чтобы вы, значит, знали. Здесь это может быть и блок, это может быть освобождение от захвата. Здесь, в целях экономии мы не идём сюда. Отбили здесь. Вот, начиная с этого момента. Зачем, если мы делаем отхват здесь, почему сразу же сделать отхват и не сделать выход? Да? Зачем вот это всё наворачивать? Просто зашифрованная техника, которая из каждого элемента проистекает определённые возможности. Значит, если удар, например, сверху, мы взяли, одна возможность открывается. Удар сверху мы взяли, другая возможность открывается. Здесь трудно попасть сюда, мешает плечо, можем использовать этот момент. Да? Другая возможность открывается. Дальше. Если, вот, когда рука ударила, невозможно вот так сделать. Никто не будет ждать. Это смешно. Это то же самое, что подхватывать ногу, так он показывает этим пинание. Понимаете? Невозможно сделать. Для чего это? В каких случаях это используется? В очень простых. Например, идёт цуки. Цуки, цуки. Лицо. Цуки. И вот присоединяется вторая рука. А дальше здесь контроль. Да? Или, может быть, здесь контроль. Может быть, здесь контроль. Вот две возможности, которые есть. Но это не значит, что одно проистекает в кадре с другом. В этом смысле кад становится источником информации, а не просто формальным каким-то образцом, которому нужно, так сказать, бить лоб перед которым и поклоняться. Понимаете? Дальше. Когда мы прошли эту возможность, теперь ещё эта возможность есть. Эта возможность. Для чего она нужна? Если, например, встала удар сверху, удар сверху. Я ставлю эту возможность. Раз. Контроль. Да? Другая возможность. Раз. Контроль. Понимаете, да? При таком подходе есть смысл, есть понимание. Но каждый элемент, это пунктирно обозначенный, вот раз, точка, стоянка, отсюда пошли другие направления. Из этой точки пошли другие направления. Из этой точки пошли другие направления. Но каждая стоянка должна быть обозначена точно, чтобы путник, который изучает ката как путь, не проскочил мимо имеющихся возможностей. Понимаете? Вот. Поэтому мы сделали точка, 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 точка. Понимаете? Здесь вот это одна из возможностей. Здесь, да? Здесь. Протаскивание. Пожалуйста, можете продёрнуть, выйти из окружения. Помимо того, что можно ударить. Вот, это просто пример. Удобный пример, чтобы вам немножко взгляд наката как-то, может быть, изменить, может, углубить и так далее. Ясно, да? Значит, всё, что от вас требуется, это фокус. Фокус. Отчётливый. Собранные руки. Никита Соплитон, да? Собранные руки. Собранные руки. Вот дальше начинается много элементов, которые требуют внимания. То есть вы сделали. У вас идёт поворот, но отбивается удар палкой или крупнодельной дистанции. Эта рука должна догнать ногу. Нога сработала, рука, блок. Нога сработала, рука, блок. Вот эта формула должна быть предусмотрена. Позиция. Значит, здесь у вас прикрыли. Голова, нога, блок. И раз, два, три, четыре. Раз. Это контрольный момент. Вы говорили, где он может использоваться, да? Выход. Вот здесь ноги там туда суют, ещё куда-то. Угол 45 градусов, который обычно здесь называется. Это совершенно конкретная вещь. Смотрите внимательно. Когда мы отвели руку, вот направление, куда следует туда. Вот. Это не значит, что нужно бить туда. А у многих получается именно куда-то непонятно. То есть вы чувствуете, да? Здесь. О! И пошли дальше. Ясно? Вот эти вот моменты уже требуют большого контроля. У вас его большинства нет. Значит, сделали. Точка. Точка. Позиция. Прыжок. Блок. И выход. Дальше нет контроля. Нет контроля в положении рук. То есть, когда мы отбили, значит, когда мы позицию отбили, здесь рука находится выше головы. Не здесь. Выше головы. Идёт вдалбливание сюда, вталкивание. Ура-катэ. Ура-катэ. Вот. Руки параллельно. И дальше, мимо тела, идёт рывок. Многие стоят вот так. Вот. Вот позиция. Смотреть туда. Раз-два. Блок. Втолкнули. Смотрим туда. Смотрим туда. Это очень важно. На ворот. Выход. Значит, что здесь имеется? Ну, есть разные экзотические версии. Мы сейчас о них говорить не будем. Нормальная версия. Майя гири, когда мы отбили с поворота. Майя гири. Майя гири отбили. Вот он провалился. Вот он провалился. Значит, вы можете. Вы можете. Втолкнуть. Удар сюда. Захват за одежду. Захват за штаны. И переворот. Переворот. За ногу. Переворот. Понимаете, да? Может быть, другой вариант. Например. Отбили ногу. Блокировал. Вот это вот движение блокировал. Захватил. 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 То рукой лучше. Да? То рукой. Вот видите, да? Здесь идет дислокация пальца. Накат. Отсюда. Очень удобно. Здесь вырвали. Сюда. Сюда. Понятно, да? Вот, собственно говоря, основные моменты. Значит, что важно? Первое. Взгляд. 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 Вышли в позицию. И то же самое в другую сторону. Ясно? Более-менее, да? Те, кому нужно, на это будете обращать внимание. Давайте сейчас все сделаем. Вопросы есть? Да, пожалуйста. В кадре остаются открытыми. В ладони не остаются открытыми. То есть вы сделали ос-ос. Раз, два, три. Два кулака. Раз, два, три, четыре. Раскрыли. Два, три, четыре. На уровне глаз. Здесь дальше. Центр. 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 Чудан. Позиция. Центр. Центр. Ос-ос. Раз, два, три. Чуть вперед. Раз, два, три, четыре. Я специально разделил, да? Раз. Вертикальная. Два. Три. Четыре. Примерно на уровне подбородка. Понятно? Позиция. Ос-центр. Оз-ос-ос. Раз. Видите, рука поднимается. И чуть-чуть вперед. Но не упрямляется до конца. Чуть-чуть вперед. Раз, два, три, четыре. Понятно? Давайте сделаем. Ос-ос. Раз, два, три. Точка. Раз, два, три. Точка. Ката. Пятка. Примерно полступни. Видите? Вот позиция. Вот позиция. То есть, когда вы здесь вот выполнили. Ос. Я виноват. Позиция. Ос. Здесь вы делаете в стойке. Ос. Ос. Не кваси. Посадка. Раз, два, три. Точка. Раз, два, три. Точка. Здесь уже позиция на прямых. Ос. Ос. Ушли в низкую позицию. Остались в низких позициях. Поката. Это очень важно. Ос. Шир. Ос. 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 Раз, два, три. Точка. Раз, два, три. Точка. Встали. Видите? Сначала встали. Смотрим. А потом раз, два, три. Точка. Ос. Шир. Ос. Ос. Раз, два, три. Точка. Раз, два, три. Точка. И вышли. Рука остается. Раз, два. Чтобы не было так, вышли и поплыли, да? Чтобы янцу руки сжаты в кулаке. То есть вы сделали раскрытая позиция блок, но левая рука в кулаке. Вы сделали позицию раскрытую блок, но правая рука в кулаке. Понимаете, да? Какие вопросы по янцу? Я вчера обратил ваше внимание на возраст в исходную точку. Не как самоцель, а как закономерный результат правильной работы. Значит, если вы не возвращаетесь в стойку, но все остальные достоинства у вас выше крыши, ну, слава богу, все остальное забивает маленький назад. Но если при всех прочих достоинствах вы еще вернете в стойку, это будет хорошо и правильно. Янцу. Янцу. Характерный пример того, как человек из центра выходит в разных направлениях и возвращается в цель. Мы делаем шаг вперед, возвращаемся. Шаг вперед, возвращаемся. Три шага вперед, возвращаемся. Три шага вперед, возвращаемся. Но очень часто люди не могут вернуться в стойку, потому что нет пропорциональных позиций. Я вам сейчас покажу этот план перемещения, может быть, вам это пригодится. В творческой такой мастерской работе. Ясно? Давайте, вот перекрестие. Перекрестие, давайте внимательно. Вот вы, значит, когда вы ходите на усобидачу, усобидача начинается в центра. Вот, вот отсюда начинается, вот с этой точки начинается, то есть здесь начинается specified. Вот мы вышли в позицию йои. Вот мы вышли в позицию Convention. Вот мы вышли в позицию З biology. Вот мы вышли в позицию него Васско Чи. Обратите внимание, да? Мы выходили из позицииyim consig regulate. Вышли сюда, может на стоянике. Вот там здесь. Вот у нас коезд. Находится на цепральном рюке. Ударили, вернулись назад. Уже идет небольшое смещение. Вышли, вышли. Понятно, да? Стали в позицию, и мы что же дальше уже немножко по-другому стоим, да? Здесь вышли в выпуск удачи, исходя из этой стойки. Вышли в позицию. Вышли в позицию. Теперь смотрите внимательно. Поворачиваешься на часовку, выставляя ногу. Вот пометьте себе это место, да? Вот оно чуть-чуть как бы не совсем цель. Но оно соответствует пропорции стойки. Мы стойки не нарушаем. Вот мы вышли в позицию. Вошли. Сделали бум-бум-бум. Когда мы делаем маяки, очень часто ноги вот сюда нужно. То есть нога должна вернуться в свое место. Вернуться в свое место. Вот мы вернулись на часовку. Мы уже стали здесь. Видите? Мы опять сделали бум-бум-бум. Нога должна вернуться в эту точку. Правильно? Я не нарушал позицию. Я вернул ногу в эту точку. Да? Подтянул, выполнил позицию. Да? Здесь выполнил позицию. И дальше я ставлю позицию. Ставлю позицию. И оказываю исходную позицию. То есть никакой проблемы из этого делать не нужно. Не нужно делать и обратную проблему, что обязательно не приходите в точку. Если вы сможете прийти, это означает, что у вас правильная конфигурация рисунка, перемещений и, самое главное, стандартные позиции. Если я сделаю удар отсюда, верну ногу сюда, сделаю я никогда не вернусь. Буду говорить о том, что у меня нет запута сюда, что у меня нет накладки. Понимаете? Значит, еще раз говорю. Я не хочу на этом заострять внимание. Но для тех, кто собирается открывать, так сказать, глубины и настраивать свой инструмент на мускусфер, вот, иметь этот результат. Ясно, да? Могуры! Жми! Раз, два, три, четыре. Раз, три, четыре. Раз, три. Раз, три. Раз, три. Молодцы, хороший ритм, хороший ритм, то есть у вас перебор всего 2 секунды по верхней границе. Посадка в стойку. Посадка в стойку. А не вот такая вот позиция. Такая позиция легко переходит в любую другую. Если вы сели в стойку, уже есть шанс. Следующий шанс. Сделали. Центр. Следующий шанс. Санчо, ширина плеч. Они вот такая раскоряк. Санчо, ширина плеч. Здесь. Понятно, да? Санчо. То есть Санчо. Зенкутсу. Поворот назад. Кто с задней, кто с передней. Да? Запомните. С передней ноги. Поворот. Поворот. Блок. Удар. Шаг вперед. Раз. Два. Три. Четыре. Четыре. Но все, что нужно сейчас, проследить за стойками прежде всего. Посмотрите внимательно. Еще раз. Оз. 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 Раз. Два. Три. Четыре. Оз. Оз. Зенкутсу. Оз. 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 Кота. Давайте вот это сделаем. Без этого, как вообще, если вы будете двигаться абсолютно ровно, как в троих, да, на параде, будет двигаться вместе. Еще раз. Майя. Кала. Прикрытие. Прикрытие. Кулак смотрит в направлении удара. Колено смотрит в направлении удара. Это смотрит в направлении удара. Колено не остается здесь, но оно не уходит в другую сторону. Вот это важный момент. Пожалуйста, отметьте себе. Оз. Ше. И смотрите в сторону удара. Поворот. Точка. Сжали левый кулак. Через переходную позицию вошли и смотрите в ту сторону. Раз. Вперед. Два. Нога. Три. Руки. Четыре. Все как по часам, да? Нога на два счета, руки на четыре. Раз. Два. Три. Точка. Здесь нужно собрать руку. Чтобы не было такого. И неопределенное движение. Раз. Два. Три. Точка. Это может быть отрыв захвата, все что угодно, да? Сфокусировать. И здесь. Чир. И блок. Ушли. Собрали, как мы говорили, да? Собрали ягодицы. Здесь смотрим. Здесь глаза закрываются. И установили здесь рамку. Рамку. Ясно? Давайте сделаем после Гетанбарай. Не спеша. До Гетанбарай. До Юнсути. Ясно. 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 Молодцы, получше, получше Конечно, недочеты, как у всех живых людей, есть, но в принципе уже получше Чувствуете, да? Уже посадки стали Постарайтесь эти ощущения, которые еще пока хрупкие такие И могут улетучиться, себя сохранять Так, внимание, когда мы вошли в позицию йой, очень важно работать бедер И перемещение нога идет на чесоку Так же, как в токиоку, мы делаем чесоку-поворот То же самое здесь, мы делаем чесоку-поворот Только короткая позиция Очень важно, чтобы рука перед блоком была правильно сформирована Правильно поставлена Одна из возможностей, которая, ну, имеет смысл иметь в виду Значит, когда, например, идет два удара Например, левый удар в корпус, правый удар в голову То сама защитная позиция позволяет парировать удар То есть, когда мы идем удар в корпус, удар в голову Понимаете? Вот Вот это как одна из возможностей То есть, вы должны иметь, что переходные позиции тоже важны И в данном случае Спасибо В данном случае Гексайдай Мы не должны Безразлично относиться к этой позиции То есть, у вас позиция Блок Вперед Блок Да? Позиция Блок то же самое Видите? Позиция Блок Вперед Вперед Блок Понятно, да? Цуки и Гедан Ясно? Давай ОС 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 Абсолютно точно сохраняя позиции ОС 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 Очень простая ретка ОС 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 Ясно, да? Здесь Нога с рукой ОС 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 Приготовили Стали в правый санчин дальше Не забывайте, что здесь центр Локоть Центр на уровне лица Гедан Барай Центр на уровне паха Ясно? Приготовились Гедан Барай Якутский Ни сюда Сюда Вперед Вниз Вперед Вниз Вперед Вниз Теперь Не так, что Нога А потом рука А сразу Нога А здесь нога чуть-чуть раньше Выходит в позицию Понятно? Одно движение Одно движение Раз Вошли сюда Вперед 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 Когда вы Вошли в позицию На ура Предплечье И выход Они просто там Встали Что-то там Завязали пояс Передернули И все Прикрыть тело Почему это важно? Для школы важно Если зал пришли Все делают одинаково Это школа Если делают по-разному Это значит Приезжие гастролеры Которые непонятно Какую школу занимаются Это раз Но это ладно Когда вы Выходите на соревнования В команде Если один сделает так Второй сделает так Третий вообще никак не сделает Значит команда Теряет очки Понимаете? Ошибка троих Каждого из троих Это ошибка всех Один за всех Все за одного Понимаете? Поэтому пожалуйста Так же как какие-то элементарные вещи Там выход мусуби Выход фуда Выход в позицию То же самое Вышли в позицию На ура Выход Позиция На ура Выход Точно поставим Осанка Положение позвоночника Положение рук Прикрытие Позиция Ясно? Вперед Стоп Стоп Ясно 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 Жмей Жмей Ясно Ясно Жмей Сюда! 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 Оуз! 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 Та же схема! Оуз! 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 И смотреть в сторону выполнения техники Здесь дожимаем на последнее движение Ясно, да? Здесь сделаем Оуз! Оуз! Сюда! Оуз! Оуз! Ясно, да? Раз, два, три, четыре Контролируем позицию Контролируем позицию Вот дальше Йоко Гири 45 градусов Яку Цуки 45 градусов То есть Оуз! 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 Сюда! Контроль на одной линии Позиция Два Сбоку Два Три Четыре И очень важный момент Чуть-чуть под углом Обход Чуть-чуть под углом Кота Правая ладонь над пальцами Не выходит рука вперед Четыре Ясно? Подстановка блок И выход с эбуки Возврат И выход в позицию Ясно? Оуз! Ну те, кто знает Те, кто не знает Конечно, сейчас включить не будем Можете просто посмотреть Те, кто знает Пожалуйста Стали Построились Укли сделаем Озвучим ритм Равномерно Оуз! 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 Возьмем! Оуз! 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 Оуз Закончили? Закончили здесь, да? Закончили. Ритмика. Оз, оз, ше! Кота. Киай. Оз, оз. Отчетливые. Сильные блоки. Блок, блок, полная амплитуда. Раз. Позиция. Раз, два, три. Точки. Ясно? Сбоку, вперед. Приготовились. Ритми, держали. Сильные отчеты. Две. Оз, оз, ше! Оз, оз, оз. Раз, два, три, четыре. Равномерно. Ёлка, цуки. Ёлка, цуки. Ровно. Жмем. Оз, 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 оз. Оз, 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 оз. Раз, два, три, четыре. Под углом. Раз. Объянцы. Выкорцаем. Раз, два, три, четыре. Лок. И ушли. На ура. Лишние напряжения, которые возникли. От умственного напряжения. Так. Удачи. Потянули руку вверх. Потянули пяточку ладони руки. То есть. Все тайм. Вверх. Растянули боковую часть. Расслабили руку. Расслабили. И вниз. Потянули пяточку руки вверх. Растянули боковую часть. И руку. Расслабили. Расслабили. И вниз. Взяли две руки, вытянули вверх, над головой лопаточки соединяем и опустили вниз. Вверх, лопаточки соединяем и опустили вниз. Вверх, лопаточки соединяем и опустили вниз. Почувствовали прогиб в позвоночнике, да? Так, теперь сельза сели. Взяли руку вдоль позвоночника и вторую руку оставайтесь достать. И теперь поднимаемся, вот тут опять, на вдох, выдох, еще раз, вдох, выдох, еще раз, вдох, выдох, еще раз, вдох. Вверх, выдох, 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 выдох. Другая рука. Помассировали руку сверху. Снизу. Расслабь. Кругая рука. Ич. И вниз. Ич. На вдох выдох. Вдох. Выдох. Вдох. 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 Помассировали ручку. Дали плачки. Потянули чусоку. Потянули, потянули, растянули ножки. Расслабили. Потянули, потянули пятку назад. Икроножную высоту растянули. И расслабили. Сели. Сели. Выравнили позвоночник. Сол. На каждый вдох, на каждый выдох стараемся послать энергию в ладони. То есть кулачки должны разогреться. Разогреваем ручку. Изнутри. Пульсация в кулаках. Пульсация в кулаках. Сол. Пульсация в кулаках. Дальше. Чуть-чуть растянули. И сохраняем ощущение в кулаках. То есть становление. Как большой шар. Подними шар на ладони. И два луча вверх. На уровне рубана. идет излучение поднимаем вверх сохраняем как шар сохраняется пульсация и ток собираем векар в час на голову умываемся и потем информационная часть у нас закончена остальные постарайтесь записать зафиксировать и 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 в и и и и и и Продолжение следует...